Приветствуем трудящимся, друзья! Сегодня хотел бы поделиться своими соображениями, как можно пережить вот этот пиздец, которым мы сейчас оказались, которым мы живем, как выйти из него с наименьшими потерями, потому что ситуация могла бы пойти таким образом, таким путем, что через год вот это подорожание цен в полтора-два, в некоторых местах три разных продукта, детали вообще могла показаться бы нам манной небесной, построение с тем, что могло было быть, если бы некогда дружественное государство Украина успело бы развернуть свои боевые порядки, настроить систему противовоздушной обороны и долбануть по Донбассу, по Луганску и вообще по Крыму, просто отжать у нас Крым, а там, глядишь, и Краснодарский край, и ничего бы мы сделать не могли. И что было бы, если бы на месте Путина оказалась бы Ксения Собчак, либо Алексей Навальный, как могли бы дальше развиваться события. Поэтому я смотрю сейчас с осторожным оптимизмом и своими соображениями поделюсь, как пережить вот эти непростые времена, потому что действительно идет вопрос, если вот так вот поразмыслить глобально, да, кто не интересуется политикой, пусть кто дальше не интересуется. А действительно идет борьба в буквальном смысле на выживание нашей страны. Однако внутри нашей богом хранителем Отечества, да, существуют такие структуры до сих пор, такая система, при которой никакого внешнего врага не надо. А я не говорю конкретно про чиновников, про работу нашей правоохранительной системы, которая по-прежнему наказывает того, кто проще, а не кто действительно виноват. И не буду давать советы, как им действовать, потому что мое убеждение, что за сахар по 120 рублей килограмм, например, вот в соседнем магазинчике, в Волгограде, да, через дорогу, нужно просто ставить к стенке. Что дальше делать, там, мазать лоб зеленкой, либо кнутом стягать, но нужны какие-то решительные меры, да, чтобы ни у кого просто, как сказать, не возникало мысли, вот необоснованно вот в это наше непростое время повышать цены и сосать, высасывать последнюю кровь, последние силы со своих сограждан. Да, то есть наши капиталисты, они ничуть не менее кровожадные, чем какие-нибудь американцы, либо англичане, либо там, что немцы, французы, китайцы, они те хоть своих врагов, да, там, высасывают колонии, а эти наши же будут до последней копейки, блин, вытряхивать, да, набивать свой карман. Короче, друзья, сейчас, когда вот рванули вверх цены, да, люди ищут на чем экономить и на чем сэкономил бы лично я, то есть сейчас время такое, как я сказал, уже осторожно оптимиста, не то, что 90, да, была разруха вот этого все, крушение всех этих социальных, в том числе институтов, сейчас есть какая-то надежда. И если человек не ударится в панику, не будет, а, там все пропало, все, стакан, а есть шансы, что действительно мы пройдем вот между двух огней, да, а с минимальными потерями. Поэтому, друзья, вот мои такие советы, не советы, черт знает, хорошее время, чтобы, значит, сократить свои расходы, да, отказаться от, например, вредных привычек, отказаться от алкоголя, отказаться от сигарет, отказаться от каких-то, ну, действительно, вещей, без которых можно там пережить. Тем более, когда там картошка по 600 рублей, да, уже не до жиру, молоко, масло, все это пойдет вверх, да, отказаться от каких-то сладостей, от развлечений, то есть по максимуму урезать свои расходы, которые действительно не связаны с выживанием. Возможно, даже отказаться от поездок на автомобиле, например, у меня на работе друзья, у друга, там, старенький фиатик, у него, значит, запчасти, мало того, что подорожали в два-три раза, их просто негде купить. Он сейчас ездит с другого конца города на, просто на автобусе. Вот, но есть хорошие новости, я вспоминаю, сейчас про детство, сейчас не буду, буквально пару недель назад в Тюмени, да, поставили там новые автобусы, 80 штук, 30 из них на газу, остальные на дизеле, тем не менее, да. И знаете, друзья, по поводу автомобилей, вот, да, как бы все сейчас говорят, не роскошь, а средство передвижения, что куда сейчас без машины, а я вспоминаю свое детство, мне уже 40 лет, и у меня на квартале было, две машины всего стояло, мне было там 6-7 лет, да, я вспоминаю. Значит, одна машина, это была зеленая Волга моего соседа по личной площадке, он там на нефтезаводе какими-то начальника был, и другая машина была, значит, барыги одного, белый мерседесик, там такой, 180-й кузов, такой старенький, но, тем не менее, ну, может быть, где-то еще. И все, вот, именно на моем квартале личных машин не было. Сейчас, понятно, в любой двор зайди, не протолкнуться, не пропихнуться, и такой еще момент, друзья, что по поводу общественного транспорта, я когда, у нас Волгоград город длинный, и у нас, по моей молодости, юности даже, электрички через весь город, Волгоград, Волгоград, ходили, ну, каждый час. В электричках было 10-11 вагонов, сейчас 4-6, да, то есть люди в основном добираются на работу, или там еще куда-то, на личном автотранспорте. И еще такое вот наблюдение тоже сейчас из детства. Я был таким бабкин внук, да, у меня было несколько бабушек, они были в деревнях, жили, и я все летние, зимние каникулы тоже проводил в деревнях. Значит, в одной моей бабушке, которая в Смоленской области, значит, живет, хозяйство, ну, просто хозяйство, Питок поросят, две коровы, кролики, куры, дед там, значит, пруд с рыбами держал, да, и чем кормили вообще поросят, вот таких коров. Значит, поросятам бабуля ставила в русской печи, значит, чугунок такой на 15-20 литров, зерна там варила, картофан, значит, все это в корыце намешало, сверху пол ведра молока налила, да, хрюшки подбежали, едят, еще крапивы там, значит, сходим в лес, нарвем крапивы, нарубим туда, хрюшки довольны, едят просто, и там даже вот запах, вот это, значит, зерно, вот это картофан вареный, коров, вот не было, да, вот стоял у нас, значит, черно-белый транзисторный телевизор, по которому я еще в Санта-Барбар, там, вот эти первые серии, или какие-то, начинались, вот первые дни пошли, я еще смотрел, приезжала автолавка, ну, значит, грузовичок, да, фургончик, и там хлеб, хлеб, там, масло, там, продавал, и моя прабабушка, значит, накидает полмешка, значит, хлеба белого, темного, потом кормит этим хлебом коров, да, прикармливает, вот, можно ли это сделать сейчас, да, раньше, там, колхоз и уголь, и зерно, и сено, и, что угодно, значит, выделял, а что сейчас, да, попробуй, прокорми, да, вот этих курей, и вот насчет, даже, вот, была там маслобоинка у нас такая, значит, бочонок деревянный, да, с этими слопастями, и бабуля туда сливок нальет, и я там вот так вот кручу, и масло потом, вот такой тазик, вот так вот сверху, такое желтое масло, которое ложкой, там, не проткнешь, да, то есть, продовольственная безопасность была на таком уровне, что, не знаю, можно было прокормить, наверное, весь мир, а сейчас, сейчас можно легко помереть с голоду, да, уж цены такие, и даже, вот, смотрите, тоже еще пример, у деда моего, он был зампредседателем там колхоза, работал на, там такая маслобоинка была тоже, у него, типа такого сарайчика большого, и там стоял этот аппарат по давке масла, то есть, горчицу, значит, подсолнечный клас засыпаешь, с одной стороны, значит, чулок вот этот горячий идет, да, жмых, а, значит, с этого, какого, желобка льется просто струйкой, там, горчичное, либо подсолнечное масло, и этого масла было, вот, просто стояли по 150 литров бочки, вот так вот составленные, да, это, ну, как, кстати, даже не воспринималось, что оно, вот, что-то действительно стоит, корове ведро яблок скормить, пожалуйста, в сад зашел, насобирал, она там ест, потом молоко вот это, парное, ароматное, да, там, ну, действительно вкусно, а что сейчас, а мне кажется, все это, друзья, искусственное, да, сделан кризис, с учетом технологий, да, развития, как могло бы оно быть, а, поэтому вопрос, на что вкладывать деньги, такой, я думаю, что вкладывать нужно в себя, в свое здоровье, если оно у вас еще осталось, да, в свое образование, дети, если что-то там покупать, покупать, что-то полезное, знаете, музыкальные инструменты, даст Бог, пройдем с минимальными потерями, вот этот период, тем более, задел у нас, если бы, я повторяю, вот этот рост цен, полтора, там, иногда в два раза, это возможно, а самое, с учетом вот этих всех санкций, да, которыми нас обложили, это самое легкое, чем мы можем отделаться, да, представьте, если бы дружественная бывшая нам страна Украина развернула бы свои боевые порядки и просто поперла бы снабжаемое по воздуху, по железным дорогам оружием, да, стрессом ПВО, сзади тылы, да, пошла бы на Крым, пошла бы на Донецк, Донбасс и отжала бы у нас Краснодарский край, и ничего бы сделать не могли, потому что что, нацики бы также занимали бы жилые здания, да, понаставили своей, там, артиллерии в кварталах среди домов и куда-то, да, а на крышах стоят, значит, с этими, с дживелинами, еще там, со стингерами, там, с осами, да, зенитчики, там, все остальное, и ничего бы мы, наверное, не сделали. Вот такими сегодня мысли, друзья. Не забывайте, ставьте лайки, да, подписывайтесь на канал, сколько там канала Ютуба осталось жить, вот, буду говорить на другие платформы, потому что, ну, там, действительно, какой смысл вот делать ролики, даже вот такие вот простые, да, сесть поговорить, если за это вот даже за рекламу просто по нуля, а смысла никакого нет, поэтому надо что-то делать. Ладно, не будем о грустном, всем успехов в труде и безопасной работе, пока.